Я позитивно ставлюсь в блокаде, но всем нужно понять, для того, чтобы это все не превратили в фейк, в цирк, нужно обязательно добиваться на законодательном уровне утверждения блокады, потому что большая опасность. Там очень много моих друзей, хороших друзей, очень много хороших людей этим занимается. И уже сейчас видно, кто занимается этим ради пиара, а у кого болит душа. Так вот, чтобы я не переживал за людей, у которых там болит душа, и кто искренне этим занимается, то нужно добиваться на законодательном уровне прекращения любых отношений. Скажи, будь вас сказал, что у тебя было на душі, когда вы, грубо говоря, в окопе, а за километра, за два, за три, выбираются караваны, и фуры идут туда, за лавея, и потом назад. Ты считаешь, что у вас рады? Вы поймите, в тот момент, когда, ну, если бы я это видел, я не буду говорить то, чего я не видел своими глазами. Если бы я это видел, да, это, наверное, была бы даже попытка взяться за оружие. Но, как правило, те, кто находится непосредственно на нуле и на передке, этого не видят. Это видно, когда идут караваны через блокпосты. А на блокпостах не на передовых, а на нужных. Там стоят нужные воины.